А где душа будет после смерти? Нет. Вас не интересует это? Не хотелось бы. Ну, то есть в отчаяние впали, то есть грешили. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям о великой радости, что Иисус умер за нас и воскрес для нашего оправдания, чтобы люди жили для Бога, не по своим прихотям. Вы, наверное, признаете вот эту книгу, да? Да, да, мы ее признаем. Считать умеете? Да. Ну, просчитайте, что написано. А, вот по-арабски нет. Нет. Понятно. Ну, а вы знаете, что у человека есть душа, и после смерти жизнь не прекращается. Человек будет или в раю, или в аду. Ну, да, по-своему, я не... Так написано. Написано не где-то, а написано в этой книге точно так же, как у нас. Ну, да. Я не отрицаю. Поэтому надо думать о том, как грехи наши, чтобы были прощены. За грехи умер только Христос Иисус. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы об этом говорим. Ну, да. Я не отрицаю. Я не отрицаю. Может, вопросы какие есть? Нет, вопросов нет. Нету. Ну, ладно тогда, а то можем поговорить. Не надо. И мы поговорим. Я расскажу вам, что пожелаете о Боге, о вечности, о душе. Мы пришли не с голыми руками, а пришли с законом великого Бога, который сотворил мир, который послал на землю Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за грехи людей и воскрес в третий день. Вот если желаете поговорить, вот эту маску сбросьте с себя, и мы поговорим открыто. О душе, о вечности, где человек будет после смерти. Я бы поговорил, но, честно, не сегодня. Какие-то вы все как обкуренные. Больше о Боге, о вечности. Мы пришли не просто так в это место разврата, а принесли закон Божий. Ваш смех обратится в плащ, если вы не опамятитесь. Легкомысленно жизнь прожила. Надо плакать. Написано, блаженный плащущий. И горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете. Хохочет сидит, без платка, растрепанная. Приведи себя в порядок. Надень платки, как положено, чтобы помолиться могла. Я агностик. В гное сгнили. Агностики. В грехах. Агностики, которые... Ладно, неважно. То сейчас ругаться начнете еще. Я не ругаюсь. Ну не ругайтесь, я предупреждаю, иначе вам завтра стыдно будет. Да нет, мне не будет стыдно. Хорошо. Вы знаете о том, что Иисус умер за грехи людей и воскрес? Да, знаю. А вы знаете, что сейчас идет 2020 год? Ну, в курсе. А с чего он начался? Начало от чего идет? С Рождества Христова. О! А вот смотрите, через два дня будет день воскресения. Почему он называется воскресением? Потому что отцов воскрес. Христос воскрес. Ни Наполеон, ни Ленин. А вот отсюда и вывод делать надо. А что Христос оставил на земле? Евангелие. А в Евангелии прямо говорится. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Евангелие от Иоанна, 12.48. И вот надо Евангелие иметь в доме, считать, ходить в храм Божий, молиться, не хохотать. Потому что смех обратится в плащ, Слово Божие говорит. Мир погрузится в великую тьму. Это уже совсем рядом. И надо заранее приготовиться, покаяться, жить для Бога. Вот мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Вы знаете, что за время перестройки в Российской Федерации совершено 120 миллионов абортов? 120. А во Вторую мировую войну во всем мире погибло 55 миллионов только. Вот где война идет. Женская утроба и вагина поглотили страну. А почему? Бога не знают. А вот у нас отец без руки, с фронта, семья была, 10 ребятишек. И ни одного больного нет. Вот как надо жить для Бога. Вот сегодня у нас разводов в стране, в Российской Федерации, 86,5 процентов. Из 100 браков 86,3 года разрушаются. А у нас ни одного брака, ни одного аборта нету. Все православные. Что непонятно-то? У мусульман в среднем в семье 8,1 ребенка. У русских 1,8. Ясное дело, что тут другие люди будут жить. Вот сидят в этой рулетке от женской вони. Половина мужиков голые валяются. Процентов 90 с лишним мусульмане. Самая блудливая, самая трусливая, боязливая. Все сюда сгинуло, скатилось. Для Бога-то, для Бога-то не оставили ни одной минуты. И пьют, и пьют, хлюпают, сидят. Ни один блудник, ни один сквернослов Царствие Божие не наследует. Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. В огонь вечный с сатаной гореть будет бесконечно. А прощение получить, какая бы ты ни была. Когда Христос был в доме, в это время зашла одна блудница, распутная женщина. Ну, по-нашему сказать, путана, проститутка. И она плакала на ноги Христа и волосами отирала. И он говорит, многое тебе прощается, иди, и впредь не греши. И она получила прощение. Какой бы ты ни был, приди к Богу, скажи, Христос, ты умер за меня. Прости мне. И он простит. И будет новая жизнь, рождение свыше. Вы на них не посматривайте, там сидят они. Они пусть подойдут, вопросы зададут. Я же не враг вам, пришел сюда. Мы уже пятый месяц находимся здесь. Уже сотни людей нашли. 650 человек, которые пожелали услышать. Какие вопросы есть у вас? Извините, но чувство верующих по закону обижать нельзя. Так что я промолчу. Ну, вы знаете, на земле сколько сейчас народу живет? На земле, на селение земли. 7,5 миллиардов. Из них 2,5 миллиарда христиане, 2 миллиарда мусульмане. Смотри сюда. Это их книга. 2 миллиарда, почти что. Это индусы. Не верующих, а гностиков. Вместе взятых примерно 8%. Но на них падает 99,9% всех преступлений. Это самое негодное, самое подлое, лживое, трусливое. Боятся, что отвечать придется, а Бога нет. Ты можешь думать, что на дорогах нет милиции, но если нарушаешь порядок, движение тебя остановит все равно. Но храмы открыты сегодня. Можно пойти исповедоваться в Святую Православную Церковь. Вот у нас женщины, мы деревню строим православную, ни одна без платка не будет. Два платка надетые, даже маленькие девочки на руках. Вот все пьют. А пьют, я говорю, зачем пьете-то? Ну вот, а жалда. Я говорю, нет, ты пытаешься блудный огонь залить. И гиенский огонь, который тебе грозит. Мужчина, вам не стыдно этот чай? Понятно? Я если в пяти университетах вел занятия, и за два часа, а 18 лет, я не позволил стакан поставить на капитру с водой. А зачем? Я человек. И вот хлюпает и пьется, как говорит Евтушенко, сплошной желудочно-кишечный тракт. Смысла жизни-то никакой нету. Блуд, нажраться, напиться, сблудить, больше ничего нету. А почему, извините, верующих не садится оскорбление агностиков, атеистов? Ну хорошо, смотрите, оскорбление. Вот эта вот книга, 3600 лет первая в ней книга, и тут 77 книг. И написано, 13-й псалом, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Это никакое не оскорбление, он безумный, живет в красоте Божьей, он ни насекомых не видит, ни животных, ни птиц, только рот развинутый. Клака, позорная, скверная. У него ничего нету, кроме скверной. Дети-преступники, тюрьмы забиты. У нас ни одного ребенка нету в тюрьме. Ими занимаемся. Я вот начальник детского лагеря, сам создал его, 48 лет, без помощи государства, ни рубля. Тысячи детей подняли. И ни один не попал никуда. Почему? С Богом. День начинаем с молитвы, встаем рано в 4.40. Жизнь с Богом, это интересная, красивая, полезная. Что, у вас там больше никого нету поговорить-то? Вы на них оглядывались. Пусть подойдут, не боятся. Я знаю, что там кто-то есть. На стены оглядываешь, что дальше. Ну что, мы говорим о Боге, о Вечности. Неужели вопросов нету? О Боге, о Вечности. Ну, забавно. Такое ощущение, как будто я ничего не читала. Да. Знаете, я вел занятия не где-то в высшем авиационном училище. И там немного было, но 470, примерно, 5 курсантов. Все в военной форме. А я у них вел занятия. А у них, в основном, полковники. И вот они, я не знаю, сколько их полковников, вот такие восторженные, после моего выступления. Он говорит, у тебя какое впечатление? Он говорит, я академию кончил. Но у меня такое впечатление, будто я никогда не учился. И они не знают, мне с чем наградить. Ну, пойдемте, там пиво выпьем. Я говорю, мы не пьем, в рот не берем. А сапоги возьмете? Я говорю, какой размер? 43, я говорю, это мой размер. Он за диван там достал, и все еще я их берегу, яловые, хорошие сапоги. Я вел занятия одновременно в 5 университетах. У меня тысячи вопросов. Если желаете, я вам дам ресурсы. У нас, у меня ролик есть, не ролик, а канал в Ютубе. 19 800 роликов наших. Как наша поездка была о Боге, какие свидетельства, детский лагерь. Все снимается. И во всем польза. Просмотров 45 миллионов. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович, Алтайский край, город Барнаул, 81 год. А вас как звать? Меня зовут Айса, а вы религиозный фанатик. Так я могу перевод дать вам. Слово, что оно означает? А вот. А вот. Вот.